приветствую всех любителей вышивки сегодня я буду видео наверное не одна показывать вам со своей помощницы невозможно ее отсюда выгнать выгнешь она опять сюда прибегает и надо что-то ей обязательно здесь потрогать так что легче чем с ней бороться и весь вечер ее отгонять оставить в покое пусть уже мусенка поучаствует вместе со мной в этом видео хочу сказать что не снимала я видео две недели на это были причины определенные в общем-то мне скрывать особо нечего просто я не люблю рассказывать о каких-то проблемах о болячках это так так таком другу о том и другом тем более что я знаю что среднего каждого мало видео около тысячи просмотров и мне не хочется чтобы вот эти мои проблемы транслировались в эфир или там болезни какие-то все чтобы это транслировалось каждый раз в эфир не столько раз что-то мне трудно подобрать слова на самом деле когда у тебя уже перерыв какой-то идет съемки ведет у тебя потом уже трудно собраться словами с мыслями это это не подсказка это вопросы тегом я хочу сегодня снять просто в видео болталку а все-таки чтобы это было теговое видео вот идти но сначала хочу принести извинения всем кому я обещала выложить видео обзоры на наборы видео обзор там на коллекцию металлизированных не так видео о станке своем с указанием размеров я все запросы я не просто ну как я не то что там помню вот у меня завела себе такой ежедневник здесь я веду записи какие видео мне нужно снять какие у меня запросы чтобы ничего не забыть я все стараюсь сюда сразу фиксировать чтобы у меня был план планом было громадьё мы предполагаем а жизнь располагает вот и я попрошу у всех прощения то что получилось у меня так как в том анекдоте знаете когда мужик на ипподроме пришел и решил выбрать на какую на какую лошадь ему поставить и приходит к нему такая подошла к нему старая такая пляча и говорит уже поставь на меня вот это чудо ты разве справишься ты же смотри какая старая худая кляча она как мужик поставь на меня ну и он взял все деньги поставил на нее в итоге и подруг в итоге гонка она не выиграла пришла последнего мужик весь расстроенный подходит к кляча старый год ну ты чё она ну не смогла я вот я ощущаю так я тут обещала я вам сниму это сниму то сниму 3 10 но не смогла бывают жизни обстоятельства мне пожалуйста простите и отнеситесь с пониманием к этому и хочу еще знаете что сказать спасибо тем кто писал мне сообщение комментарии письма там вконтакте спрашивал куда я пропала и все такое я ценю каждый комментарий цене каждый вопрос этот мне очень приятно что вы следите за моими видео моим каналом и неравнодушны ко мне мне очень это ценно и очень приятно у меня у меня действительно есть друзья на это очень здорово это очень ценно вот и что-то хотела сказать еще но да хотя сказать но мысли не совсем ясные наверное хотела еще сказать что все к лучшему все равно у меня зато у меня была возможность пересмотреть у меня такая уже последнее время скопилась очередь очередь из видео которое я хочу просмотреть у меня нет плейлиста но у меня приходит сообщение на электронную почту и у меня было более 300 уже сообщение о том что такие видео мне вот надо посмотреть ну а новых видео которые были сняты за это то за это время я все эти видео просмотрела не на все имела возможность поставить отметить комментарии но все однозначно я просмотрела хоть что-то хорошее все равно было и так вернемся к тегу я хочу снять тег под люли-ли все таки созрела я на эти два тега от люли-ли-ли я youtube и от алены с я и каналы вокруг меня и наверное я вот сейчас подряд эти два тега и и так не готовилась абсолютно мысли конечно когда просто каждого рукодельного блогера слушала эти ответы на эти вопросы эти теги то у меня конечно были свои мысли по этому поводу как бы ответила я с чем согласностью не согласна вот и а так более я никак не готовилась так что вот сейчас что первое мне гол придет то я и вывожу итак первый вопрос ваше знакомство с вышивальным youtube мое знакомство с вышивальным youtube было ровно год назад это был март месяц может быть начало марта я искала у меня я как раз тогда начала свой проект затянувшийся бегущие лошади от dimensians и я уже говорила в своих видео неоднократно что я покупала набор давно санкт-петербурге это был 2008 что ли год и и мне попался набор с комплектации без инструкции на русском языке по вообще и вот он так случилось что дождался именно этого года 2014 я открыла инструкцию ужаснулась и я что мне надо искать где-то информацию ну благо есть интернет и стал искать эту информацию вообще как перевести эту инструкцию стишках какие там есть французские узелки и так далее и нашла первое нашла видео на youtube тоже забивала поисковик нашла и французских узелках видео и другие и так что и так вот я и познакомилась с youtube потом я уже где-то нашла что-то о парковке начала искать видео о парковке и затянуло общем так я на попала на видео ларисы майлов олеся кростич алина рукоделия то есть это были первые видео которые я видела и потом уже естественно целенаправленно я ходила искала видео рукоделия вышивки просмотр какого видео вас подвиг на создание канала своего вообще я зарегистрировалась на youtube потому что очень хотела комментировать видео я в тот момент еще не думала о том чтобы снимать собственные видео и и это по моему был то ли июнь то ли конец мая то есть вот я сначала с марта месяца смотрела смотрела постоянно эти видео не всегда хотел комментировать наконец я созрела зарегистрировался на youtube и чтобы именно иметь возможность комментировать очень мне понравишься видео сняла же я видео свое благодаря комментарию наталья солдатенко мне очень жаль что это девушка больше не снимает видео не ведет свой канал мне очень нравился ее канал я скучаю по ее видео прием манере передачи своих впечатлений своих эмоций своих то как она рассказывала своих проектах и я вот под одним из моих комментариев и вернее я она какую-то вышивку бисером показывал пом домик у нее был и я и написала комментарий она что у меня есть тоже вышивка бисером великолепно белый тигр и она мне спросила видео будет и вот в тот момент мне сказал а я себе сказал почему бы нет так что наташа благодаря наверно тебе я вот решилась именно может быть я конечно позже решилась бы сама но благодаря тебе именно в тот момент я решилась снять свое первое видео о чем хочу сказать тебе большое спасибо и история вашего ника на youtube до банальности проста история видео моего я начала регистрироваться мне предложили написать свое имя и фамилию я написала имя и фамилию и как-то я видать не сообразила что там где-то еще не что это и будет мой ник я думала что сначала имя и фамилия потом ник и так далее в общем таким образом меня я зарегистрировалась как оксана и делеса и вот я и осталась мое имя и фамилия все очень просто ваше первое видео тема сложности впечатления после публикации мое первое видео обзор набора вышивки бисером империи от империи бисера до белый тигр впечатления были кошмарные я снимала я вас выложила видео это был какой-то там четвертый или пятый дубль у меня закладывала уши от волнения лицо видать до приливала кровь к лицу лицо горело уши закатывала мне был у меня перехватывал дыхание мне нечем было дышать настолько сильно я волновалась естественно это были мои первые видео а никакой нарезки там не могло идти речи там каком-то там даже простейшем этаже на youtube поэтому вот как сняла так сняла вот поэтому когда какие-то я ошибки замечала собой я делала заново дубль заново тубль и так далее слушала смотрела мне не нравилось переснимала ну в общем где-то пятого дубля мне и получилось что получилось то получилось как говорится таня да забыла ее ладушка таня ладушка как это нам тоже так интересно когда выгод тут как получилось так получилось но так у меня удалили вы свое первое видео первого видео не удалила и вообще не собиралась принципе виде удалять вот нечаянно удалилась у меня одно видео с отчетом по вышивке моей дочери случайно совершенно безобразие какое-то на youtube если ты удаляешь там видео то все его не восстановить ничего ты сделать не можешь печалька конечно с этим а так видео нет не удалено какое есть такое и есть имеет ли для вас значение оригинальность сюжета вышивки никакого значения не имеет для меня оригинальность сюжета вышивки я так понимаю что вопрос здесь в том что вот чтобы я отчитывалась по вот мои отчеты там были только по какому-то сюжету дизайну который ни у кого ни у кого нет только у меня одной вообще вообще не не имеет для меня значение если зацепила да я буду это вышивать куда читываться буду снимать видео если меня зацепил сюжет чем-то другое дело что мне чем больше я смотрю youtube тем у меня как-то шляп более расширяются интересы и в отношении вышивки то есть мне уже просто одной вышивки крестиком мало мне хочется попробовать многое всего будет нас вышивать 100 человек этот сюжет или я одна для меня даже значение не имеет вот хотя я надеюсь что кто-нибудь присоединиться если вдруг я откопаю откопаю какой-нибудь такой сюжет и вдруг начну его вышивать первое дальше какого рода вы видео любите снимать больше всего я затрудняюсь ответить на этот вопрос потому что мне нравится абсолютно все снимать больше всего но может быть от нет это затрудняюсь ответить на этот вопрос хотела сказать что может быть видео о покупках но я вдруг поняла что и теги мне нравится снимать и отчеты нравится снимать и какие-то видео такие которые бы уголки были и способах вышивки так далее так далее мне что с ним смотреть нравится все это что и снимать я определиться не могу и тот же вот восьмой вопрос какого рода видео вы любите смотреть то же самое я люблю смотреть разные видео абсолютно все вот какие выкладывают рукодельные видео на youtube я все это люблю смотреть знают ли ваши близкие друзья и ведение канала их отношения если знают ну близкие мои родные все знают они мне помогают вы уже все об этом знаете кто следит за моим каналом особо я не афиширую ну как за собой не афиширован иногда делюсь своими видео на одноклассниках вконтакте постоянно делюсь своими видео у меня больше там есть и сотрудники какие-то или одноклассники мои вот больше меня там могут найти а вконтакте как там больше вот таких у меня рукодельных друзей вот и в инстаграм выкладываем мало и редко потому что планшет это не моя игрушка не дают редко и поиграть там я бываю гораздо реже и поэтому особо не афиширую потому что как-то не вызывает у меня особо даже желание мне как-то был один такой комментарий от довольно близкой подруги я вот снимаю видео на youtube там такой обзор набора можешь посмотреть посмотрела ты снимаешь видео на youtube ну значит я до этого еще не докатилась и как-то меня больше я не рекламирую никому свой свой канал на ютубе а так сотрудники какие-то на вот мои там находятся ли мне год вот я твои видео и на youtube смотрела ой ты же меня заразила эти смотри я теперь снова увлеклась вышивкой а зачем снимаешь это приятно или там другая сторона тоже готовы смотрю твои видео вообще так супер это нравится и вот приходит даже мне что-то вот показывает то что и рассказывает то что она чем увлекается все равно находятся люди которые близки с тобой по твоим увлечениям и найдут кому интересно найдут меня сами монтируете ли вы свои видео почему монтирую сейчас научилась в ютубе пока только ну вот я не могу сказать что я очень очень опытный пользователь пока ну конечно можно было бы сесть изучить программу но мне как-то мне времени жалко если честно я лучше пару крестиков вышли за это время вот поэтому пока только youtube у меня дочь скачала пару программ видео редактора но я до них еще не добралась как будет ближайшее более-менее свободное время наверно хочу хочу попробовать там еще что-нибудь освоить вот а так пока только на youtube монтирую почему монтирую потому что бывает отчета не в каждый день снимаешь и да и другие видео тоже мало ли что-то не получится что-то не то сказала где-то что-то громыхнула где-то что-то дверь хлопнула поэтому ну там обрежешь там это склеишь переснимешь конечно хотя это занимает гораздо больше времени чем если вот так вот наговоришь скажешь все и просто выложишь выгрузишь бывает ли у вас покупки под влиянием вышивального youtube постоянно самых первых видео и самым первым таким вышивальным гуру была для меня наверное до сих пор и есть алина рукоделия я глядя на ее видео о покупках и покупала и помощники аксессуары вообще и девочки и разметки я узнала я много о чем узнала именно здесь на youtube я много чего не знала ни о равномерке ни о каких-то там производителях ни об аксессуарах и так далее так далее это все у меня так что у меня очень много покупок именно под влиянием youtube совершены это для меня ну это я считаю это нормально да иногда это чересчур захватывает иногда это чересчур затягивает и слишком много покупаешь ну и очень много зато полезного и интересного я для себя нашла так что я считаю что все равно это хорошо помните ли вы человека который оставил вам первый комментарий да Танечка я помню у тебя был другой ник на тот момент но я знаю что именно Тантьена Стар оставила мне первый комментарий за что ей огромное спасибо и ну я вообще конечно до этого просто на форуме общалась с девочками вышивальщицами и когда я выложила свое первое видео дала там ссылочку и попросила девчонок поддержать меня посмотреть понравилось нет стоит ли вообще мне такое делать и вот Танюша она посмотрела подписалась сразу же на меня это была мне большая большая поддержка спасибо тебе Танечка помогает ли вам ведение канала продвижение ваших работ извините да помогает помогает потому что особенно когда видишь что людям интересно что может быть я где-то там уже забросила ну людям интересно спрашивают комментируют это очень это очень вдохновляет если бы вы знали как ваши комментарии вдохновляют что-то делать дальше и в плане творчества и в плане видео это и когда ты смотришь что просмотров много и лайки есть и люди комментируют много что это интересно понимаешь что это не зря это очень стимулирует что вас вдохновляет на съемку видео ну одно из что вдохновляет это вот то что я сказала уже что именно вот эта обратная связь то есть ваши комментарии ваши ваши лайки ваши просмотры и желание общаться вдохновляет меня на съемку видео в первую очередь именно именно для этого я здесь именно для этого я на ютубе потому что у меня огромное огромное желание общаться на тему рукодельного видео и какой вы видите свой канал через год я не загадываю каким он будет я очень надеюсь что он еще будет вот а загадывать не знаю я вот сколько вот раз не слушала девочек ответы на эти вопросы у меня так и не нашлось ответа на этот вопрос каким я вижу свой канал то есть я не строю никаких планов таких далеко идущих то есть ну я на рукодельном youtube пока мне интересно это пока мне интересна вышивка пока мне интересно общение и пока мне все это будет интересно я буду снимать и буду общаться ну вот на этом пожалуй вот первый тег закончился спасибо еще раз Иваночке за такие интересные вопросы а у меня тут все ждите следующего тега все все и все и все